Россия блокирует переговоры по Донбассу. На сегодня работа трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации фактически заблокирована и ни один вопрос не продвигается вперед. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу. Кравчук подчеркнул, Россия не хочет мира на Донбассе. Прошлого года мы фактически не приняли никакого решения. Наоборот, были сделаны шаги России и Орло для того, чтобы нивелировать или скомпрометировать, или как-то очернить, извините за такое слово, то, что уже было сделано. В том числе и решение о всеобщей тишине. Потому что они не имеют цели мира. Они имеют цель одну – заставить Украину согласиться на тех условиях, которые предлагает Россия. На Донбассе новые потери. Накануне погиб украинский военный в результате обстрела возле Маринки. Всего за прошедшие сутки зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня. Сегодня еще четыре. Незаконное вооруженное формирование стреляли из крупнокалиберных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По всем фактам нарушений, украинская сторона Совместного центра контроля и координации направила ноты в ОБСЕ. Усилить внимание организации объединенных наций и международной общественности к попыткам России легитимизировать оккупацию Крыма. Об этом мы не только говорили во время неформального заседания Совбеза по теме Крыма. В этот раз заседание собрало рекордную поддержку стран-членов ООН. С организаторами выступили 23 государства. В прошлом году их было семь. Подробности у наших журналистов. За семь лет российское военное присутствие в Крыму выросло более чем вдвое. Вооруженная агрессия России против Украины вызвала глубокий кризис международной политики и подорвала авторитет международных организаций. Об этом завел министр иностранных дел Украины на заседании ООН. Пришло время повысить эффективность совместных усилий для деоккупации Крыма. Критически важно, чтобы мы поддерживали совместную сильную позицию по деоккупации, разработанную в рамках ООН, ЕС и других региональных и международных организаций. Нет причины пересматривать и ослаблять эту позицию. Россия колонизирует захваченный Крым через изменения демографического состава, говорит координатор медийной инициативы по правам человека Мария Томак. Гражданские лица вынуждены покидать Крым и выезжать на материковую Украину, чтобы защищать себя и свои семьи от широкомасштабных и систематических нарушений прав человека. В то же время сотни тысяч людей прибывают в Крым из РФ в рамках политики прямого и косвенного перемещения. В то время, когда мир пытается избавиться от последствий колониальных практик прошлых веков, Россия делает обратное. Франция, в свою очередь, осудила систематические преследования крымских татар и противников оккупации. Сейчас, по меньшей мере, 108 граждан Украины находятся в заключении в Крыму и территории Российской Федерации по политическим мотивам. Мы призываем Россию прекратить эту политику, которая, очевидно, заставляет молчать тех, кто осмеливается осуждать аннексию Крыма. Ответственные за эти нарушения должны быть привлечены к ответственности. Россия должна также прекратить свою политику демографических изменений на полуострове. Кроме того, Россия финансирует и руководит незаконными вооруженными силами на востоке Украины, заявила постоянный представитель США при ООН. Она подчеркнула, российская агрессия на Донбассе не является внутренним конфликтом Украины. Россия создает препятствия и преследует группы наблюдателей ОБСЕ в Донецке и Луганске, чтобы продолжать распространять свою ложную версию. Если Россия хочет, чтобы международное сообщество поверило ее рассказам и действительно обеспокоено благополучием людей, живущих в Крыму и на Донбассе, она должна предоставить гуманитарным работникам и посланникам ОБСЕ и ООН немедленный доступ в эти районы. Для обеспечения долгосрочного видения, декупации и реинтеграции Крыма Украина создает Крымскую платформу. Инициативу уже поддержали многие страны, в частности Турция, Литва, Канада, США и Великобритания. Я хочу подчеркнуть поддержку Соединенным Королевствам новой международной крымской платформы, которая объединит международное сообщество, чтобы поддержать возвращение Крыма Украине. Мы должны ответить решительно на враждебные действия, которые нарушают Устав ООН и международное право, и продолжают держать Крым в центре внимания. Крым – это Украина. Первый саммит крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Ксения Бугай, Новости Украины. Все причастные к принятию Харьковских соглашений ответят в полной мере. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера. Он отметил, отвечать будут не только народные депутаты, которые голосовали за ратификацию, а и все, кто оставил подписи под соответствующими документами. Данилов подчеркнул, привилегий перед законом нет ни у кого. Выходит так, что все депутаты могут собраться, проголосовать за бог знает что, и за это не нести никакой ответственности. Это даже не укладывается ни в какую логику. Все, кто был причастен ко всем этим событиям, и не имеет значения, депутаты, заместители министров, министры, все, чьи подписи стоят под этими документами, должны нести ответственность. Если кому-то не за что волноваться, он за это может не волноваться. Но если у кого-то после этого голосования появились дома в Кончезаспе, появились счета или другие вещи, у них просто спросят, откуда вы, ребята, в это время это взяли, и все. 11 марта СНБО поручил проверить на предмет госизмены 236 народных депутатов, которые в 10-м голосовали за так называемые Харьковские соглашения, а именно за продление пребывания российского флота в Севастополе на 25 лет. Последствиями этого решения, считают в Совете нацбезопасности, стали оккупация Крыма и ситуация на Донбассе. В списке голосовавших много действующих народных избранников и олигархов. Борьба с фейками на государственном уровне стартует на следующей неделе. Центр противодействия дезинформации будет работать на базе Совета нацбезопасности и обороны Украины, но при этом объединит силовые структуры, представители министерств, а также парламентариев. О борьбе с пропагандой на разных уровнях и почему это необходимо в условиях гибридной агрессии, расскажет Юлия Кричкова. Медиаграмотность украинцев – одна из основ борьбы с фейками, так считают в профильном комитете Верховной Рады. Они уже готовят проекты, которые помогут людям более осознанно потреблять информацию. Я участвую как председатель подкомитета в различных программах, в частности, в программе медиаграмотности. Это бы информационный гигиене для каждого человека. Есть разные аудитории. У нас сейчас проникновение интернета очень растет, пожилые пользуются интернетом. Нужно, чтобы люди минимально могли отличить, что этот источник ненадежный, могли проверить информацию. В рамках работы Центра борьбы с дезинформацией планируют создать сайт, на котором будут развенчивать фейки. Евгения Кравчук говорит, в информационном пространстве намеренно распространяется множество недостоверных фактов. Это касается не только войны, но и внутренней информации, например, COVID-19. Я слежу даже в фейсбуке, в группах, как искривляется информация, как людей сбивают с темы вакцинации. Здесь речь идет о человеческих жизнях. В Министерстве культуры и информационной политики Украины объясняют, Центр противодействия дезинформации будет работать на базе Совета нацбезопасности и координировать работу других ведомств. Это большая фактически зонтичная организация, которая должна объединить инициативы различных ведомств, например, нашего ведомства. Я могу говорить о нашем Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который будет заниматься мониторингом, выявлением, противодействием, просвещением и коммуникационными проектами. Пока Центр будет работать локально, но в будущем борьбу с пропагандой хотят вести на международном уровне. В наших планах координировать действия с подобными центрами, которые существуют в Брюсселе, Финляндии, Латвии, Чехии. Также работает вице-премьер Стефанишина над проблемами устойчивости и гибридных войн. Украинцы подтверждают и в интернете, и на телевидении они постоянно встречаются с неправдивой информацией. Дезинформация у нас всегда присутствовала, начиная с Савдепи и по сегодняшний день. Дезинформация, где не послушаешь, там всякая гадость, 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 гадость. Брехня сплошная и от наших властей, и без наших властей, и пророссийских. Присутствуют в интернете в основном. Фейка просто море. Море фейка. Обыкновенная пропаганда российская. Центр противодействия дезинформации начнет работу уже на следующей неделе и постепенно будет запускать новые проекты. Юлия Крючкова, Сергей Савчук. Новости Украины. Новый антирекорд с начала года. В Украине зафиксировали 13 276 заболевших COVID-19. Выздоровели 4897 человек. А 3967 пациентов доставили в больницы с осложнениями. Лидирует по суточному приросту Киев, а также Житомирская и Винницкая области. В стране тем временем продолжается вакцинация. Первую дозу препарата получили более 47 тысяч человек. Уникальную коллекцию автографов знаменитых фехтовальщиков можно увидеть на выставке «Легенды клинка» в Киеве. Ее собрал олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Георгий Погосов. На открытии выставки побывала Елена Дзидух и готова рассказать о самых ценных и интересных экспонатах. Вот пересмотрел, как он делает укол. Это уникальный кульбит, скажем так. Гурам Костава. И я попросил своих друзей из Грузии. Они прислали ему эту фотографию. Он ее взял в руки, расписался мне. Я ему сказал, что только на грузинском написал. Приятно. Вот он мне переслал. Коллекцию автографов, известных фехтовальщиков, марок с их изображением и билетом на соревнования Георгий Погосов начал собирать еще будущий спортсменом. Сейчас в ней больше двух тысяч экспонатов. Фото с начала прошлого века и до наших дней. Самое дорогое приобретение коллекционера – фотография с автографами братьев Нади, многократных чемпионов Олимпийских игр 1920 года. Она обошлась ему в 2000 евро. Появляется сердцебиение, давление поднимается и хочется его выкупить. Я отслеживаю появление любого рететного автографа и стараюсь его выкупить. Помогают пополнить экспозицию друзья-спортсмены. Среди них олимпийский чемпион 1964 года по фехтованию на шпагах Григорий Крис. Вот он, молодой и дерзкий, позирует фотографу во время съемок на крыше. В принципе, все кажется, что это вчера было. Так годы пролетели быстро. Все это в памяти. Каждый бой, каждый укол, все равно так здесь. В компьютере головном осталось. Здесь представлена вся мировая элита за многие-многие годы. То, что можно было собрать, в принципе, он собрал. Сам автор коллекции – олимпийский чемпион 1992 года в командной сабле. Последние 25 лет живет в США. Там его выставка в 2015 году имела огромный успех. Теперь уникальную коллекцию могут увидеть и украинские любители фехтования. Особое место в коллекции автографов Георгия Погосова занимает вот эта фотография. На ней украинская команда саблисток – олимпийские чемпионки Пекина. Выставка легенды клинка на НСК «Олимпийский» продлится до 15 марта. Елена Дидух, Сергей Савчук. Новости Украины. Рулет из блинов длиной 20 метров приготовили в Днепре. Так в городе отметили масленицу. Для этого понадобилось почти 900 блинчиков и полсотни килограммов начинки. Блюдо претендовало на национальный рекорд. Удалось ли его установить, расскажут наши корреспонденты. На стол, специально установленный в городском парке, один за другим повара выкладывают тонкие блины. Из-за того, что они тонкие, они прилипают очень сильно. Их сложно снимать. Почти 900 блинов испекли заранее. На это у четырех поваров ушло два дня. Понадобилось 200 килограммов продуктов. 110 яиц, 95 литров молока, 5 килограмм сахара и 40 килограмм муки у нас вышло на весь замес. Из тонких блинчиков решили сделать самый длинный рулет. Блюдо претендует на рекорд. В национальной книге уже зарегистрировано немало рекордов на масленицу. Но подобного точно не было, говорят представители книги рекордов Украины. Была карта Украины, которую выкладывали блинами. Была самая большая стопка, когда выкладывали один на один. В прошлом году сделали большое панно из блинных роз, сворачивали блины в виде роз. Но сложность в том, что блин очень специфичный продукт, он очень тонкий, очень нежный. Ну и вы знаете, чем больше мы делаем рекордов блинных, тем меньше возможностей остается. Чтобы сформировать рулет, блинчики раскладывают рядами. По пять блинов, потому что так удобнее будет, удобнее сворачивать. Готовые блины повара два часа выкладывали на стол длиной в 20 метров. Теперь у них еще один сложный процесс. Весь этот пласт покрыть творожной начинкой. Начинки мы не ограничены. Но сильно много вы не можете, потому что иначе вы его не свернете. На этот этап уходит еще час. За действиями поваров наблюдают горожане. Масштаб. Такого еще не видели. Столок блинного целого. Вот эта акция очень хорошая. Она привлечет очень много народок. И вы смотрите, что творится около стола. Чтобы свернуть блины рулетом, одновременно подключились 15 человек. Понимаете, понимаете. Молодцы. Теперь представительница книги рекордов Украины берется за счетчик. 20 метров длина самого длинного блинного рулета с творожным мусом в Украине. После регистрации рекорда рулет разрезали на порции, чтобы раздать горожанам. Угощение охватило примерно на 400 человек. Наталья Ягусок, Владимир Штенгелов. Новости Украины. В этом выпуске ставим точку. Уже готовим следующий. Тем временем, традиционно, заходите на наши страницы в социальных сетях. Узнавайте о главном в удобное для вас время. До встречи в эфире и хорошего вам настроения.